Тема запуска газопровода «Северный поток-2» оказалась одной из главных выступлений бункерной моли на Петербургском международном экономическом форуме. Плешивый сообщил о том, что успешно завершена укладка первой нити газопровода «Северный поток-2» и пообещал, что в течение полутора-двух месяцев закончат и вторую нить. «Успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2». Работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. Осталось с одной стороны, с немецкой стороны труба подошла, с российской нужно их приподнять и сварить. Все, но прокладка сама завершена». Так что, как видим, Карлик уверен, что американские санкции и оппозиция со стороны части немецкой политической элиты проект не остановят. И уже можем предположить, что он скажет руководству Украины. «Вы думаете, что мы должны всех кормить?» Но даже в выступлении, призванном продемонстрировать конструктивность и чисто экономический характер проекта «Северный поток-2», кремлевский самодур проговорился. Отметил, что есть возможность загружать газотранспортную систему Украины и в будущем, даже после завершения срока действия нашего контракта на транзит. Но не для того, чтобы армию содержать и нацеливать ее на решение силовым способом проблемы Донбасса, а на то, чтобы экономику поднимать. Оставим на совести агрессора. Утверждение о том, что украинское руководство, которое уже семь лет говорит о мире, хочет решить вопрос оккупации Донбасса силовым путем. Важно другое. Недоросль готов сохранить за Украиной ее транзитный статус. Только в том случае, если Кремль сможет влиять на внутреннюю политику соседней страны. Хотите сохранить деньги от транзита в бюджете? Отказывайтесь от сопротивления агрессивным действиям. Принимайте то, что вам укажет бункерный дед. Не согласны? Не будет никакого газового транзита. Собственно, ради этого и начинался проект строительства обходных газопроводов, которые должны были позволить России отказаться от украинской газотранспортной системы. Не для того, чтобы получать дополнительную прибыль, как это объясняют, а для того, чтобы получить возможность политического и экономического давления на Украину. Путиноид именно поэтому все эти годы был активным лоббистом строительства новых газопроводов. Лично убеждал в необходимости такого строительства, встречался с руководителями других стран, когда возникали те или иные препятствия. И вот теперь, когда Северный поток-2 даже не достроен до конца, Моль начинает предъявлять требования к Украине. Можно представить, как изменится его тон в случае, если строительство будет завершено. Госсекретарь США назвал завершение строительства газопровода Северный поток-2 из России в Германию свершившимся фактом и заявил, что в настоящее время США работают с Германией, чтобы ограничить степень зависимости энергетической системы Европы от России. Завершение строительства трубопровода является свершившимся фактом. Применение санкций к организации Nord Stream AG и ее генеральному директору, по нашему мнению, ничего не изменило бы с точки зрения завершения работ. Я считаю, что у нас есть возможность сделать что-то позитивное при тех плохих картах, которые достались нам от прошлой администрации. У нас есть договоренности, позволяющие ответить на любые действия России, ставящие под угрозу безопасность любой из этих стран. Госсекретарь добавил, что около 90% трубопровода было завершено во время администрации Трампа. Ряд американских экспертов, тем не менее, раскритиковали решение администрации Белого дома снять санкции. Решение гостепартамента посылает россиянам сигнал, что США не собираются усиливать санкционное давление, и они могут продолжить работу над проектом. Владимир Путин, выступая на экономическом форуме в Петербурге, заявил, что первая нить трубопровода уже закончена. Успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2». Работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. Все свидетельствует о том, что корабли все еще занимаются стыковкой труб на морском дне. После того, как они будут соединены, потребуется несколько месяцев на пусконаладочные работы. Потом предстоит сертификация проекта. Для этого нужна авторитетная западная компания, а ее сейчас нет. Норвежская фирма, которая этим занималась, отказалась от проекта в начале года из-за санкций. Когда трубопровод будет сертифицирован, Германия должна будет выдать сертификат в соответствии со статьей 11 газовой директивы ЕС о том, что ни страны-соседи, ни сам Евросоюз не пострадают от проекта. Уже есть прецедент, показывающий, что газопровод «Нордстрим-1» и «Опель» не соответствуют этим критериям, подчеркивает Бенджамин Шмидт. Западные аналитики Вашингтон неоднократно заявляли, что трубопровод несет угрозу Украине, которая является основным транзитером российского газа. Так, украинская ГТС рассчитана на ежегодную прокачку 146 миллиардов кубометров газа. Директор по международным и регуляторным вопросам оператора ГТС Украины Ольга Белькова отмечает, на данный момент «Газпром» прокачивает 40-50 миллиардов кубометров. Мы считаем, что «Северный поток-2» является одним из наиболее рискованных проектов для всей Европы. Провести сертификацию, застраховать, проверить и запустить газопровод будет чрезвычайно сложно. Мы будем настаивать, чтобы все нормы третьего энергопакета ЕС были применены к «Северному потоку», как это было сделано в случае с украинским потоком. Ольга Белькова подчеркивает, что угроза «Северного потока-2» лежит не в финансовой, а в геополитической сфере. Президент Зеленский отметил, что трубопровод угрожает безопасности Украины. По этой причине никакого торга относительно каких-либо компенсаций со стороны Европы и США, Украине за то, что газ не будет прокачиваться через ее территорию, я не представляю. Нет таких инвестиций, которые могли бы покрыть все прямые и непрямые риски, в том числе в сфере безопасности. Президент США Джо Байден не раз выступал с критикой проекта, называя его «плохой сделкой для Европы». Вашингтон опасается, что Россия может использовать «Северный поток-2» в качестве рычага давления на государство Европейского Союза с целью увеличить их зависимость от Москвы. Значит, первое. В Европе и в Германии, в частности, достаточно газа без «Северного потока-2» и даже без «Северного потока-1». Во-первых, мощность газопроводов, которые идут в тот район Европы, более чем достаточно для удовлетворения потребности в самую холодную зиму без всяких «Северных потоков» и «Южных потоков» и «Турецких потоков». Мало того, накоплено огромное количество газа в подземных хранилищах в Европе. Они месяц-три вообще всей зимы могут без дополнительных поставок газа существовать. Поэтому, каким образом они себя накажут, это неясно. Тем более, что и «Северный поток» планировался не для того, чтобы добавить газа в Европу, а просто для того, чтобы перенести поток газа с украинской территории на Балтику. Это была его такая логистическая единственная цель. Продолжение следует...